Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хочу сделать обзор своих работ, которые я рисовала летом. Это акварельные иллюстрации милых персонажей. Такая рисовать я их начала с июня как раз, с июня по август. Сразу скажу, что рисовала я их на разной акварельной бумаге. Как раз про бумагу тоже хочу сегодня поговорить. Сначала у меня дома была просто обычная акварельная бумага, которую я покупала дочке рисовать, обычную папку для акварели. Когда она еще ходила в кружок по рисованию, там как раз задавали купить обычную папку для акварели. Вот я смотрела, дома у меня была только такая бумага, потому что до этого я рисовала акрилом. И не было у меня профессиональной акварельной бумаги дома. И это оказалась вот такая вот папка, обычная папка для акварели. Внутри у нее вот такие вот листы, очень тонкие. формат А4. И здесь даже не написано, какая плотность акварели. Это целлюлоза. Не указано, какая плотность бумаги. И вот первую работу я рисовал красной этой бумаги. Это персонаж, вот эта вот кошечка. Я рисовала ее акварелью и сверху по заливке акварелью прорабатывала ее акварельными карандашами. Ну, для такой бумаги, достаточно дешевой и тонкой, бумага все выдержала. Она, как вы видите, особо вообще не деформировалась. Штриховала я карандашами тоже. Бумага не повредилась. В принципе, можно работать и на такой бумаге, если использовать технику акварель плюс цветные карандаши. Ну, для меня это слишком тонкая бумага, не комфортно на ней работать. И она, самый главный минус у нее, что она съедает цвет краски. Цвета становятся такие вот тусклые достаточно. То есть она немножко, как промокашка, хоть она и акварельная бумага. И я по рекомендациям тех, кто рисует акварелью, многие рекомендовали, художники-иллюстраторы. Вот такую бумагу я приобрела, пока она еще была в продаже, сейчас не знаю, потому что поставки бумаги, возможно, этой уже и нет. Это бумага СМЛТ. По-моему, это бумага из Прибалтики, уже скорее всего из Латвии, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот здесь уже указано, что это плотность 280 грамм, формат тоже А4, здесь 35 листов. Это уже эти акварельные склейки, не просто бумага в листах. То есть вот так вот она. Лист не оторвался. А бумага склеена. С одной стороны. И сами листы довольно плотные. плотные и гладкие. Она хорошо подходит для техники акварелью и цветные карандаши. Я сейчас покажу работу, которую я выполняла на этой бумаге. Здесь указана информация про эту бумагу. Стоит, конечно, не дешево, как все профессиональные акварельные бумаги. Но здесь на ней можно работать и в технике акварели, и в технике графики. Это бумага целлюлоза. Вот эта работа выполнена в июле. Вот как раз на этой бумаге. Я делала заливку акварелью и сверху уже прорабатывала цветными карандашами. Как вы видите, бумага тоже не деформируется от заливок акварели. Что очень удобно по ней. Удобно штриховать потом карандашами, потому что бумага лежит ровно. Я ее даже не фиксировала скотчем, просто она не дышала на столе, и я выполняла заливку. Далее, следующая работа тоже я рисовала на этой бумаге, тоже в июле. Вот такая милая кошечка. Здесь тоже заливка акварелью, плюс сверху проработка цветными карандашами. Бумага тоже не деформируется. Но единственный минус у нее в том, что она не выдерживает эта бумага много заливок акварелью. То есть вот если один раз нанести акварель, сделать заливку, просушить и потом работать с карандашами, да, все хорошо. Но если многослойно делать заливку, что-то поправлять, размывать, то появляются уже, как это сказать, такие вот швырюшки. Она много деформируется, вот здесь немножко видно. Я пыталась то ли размывать, то ли еще наносила слой краски. Уже не помню, но немножко здесь вот бумага деформировалась. Дальше я выполняла тоже на этой же бумаге, потому что у меня был выбор либо эта бумага, либо совсем тонкая, обычная бумага. Акварельная, непрофессиональная для детей. Лучше дети ее используют для рисования. Я делала серию иллюстраций сладости мороженого. На этой бумаге выполняла. Это я уже рисовала в июле две иллюстрации, последние в августе. Здесь тоже, как вы можете посмотреть, бумага ровная, ничего не деформировалось. Здесь тоже акварель плюс цветные карандаши. Для данной техники очень хорошо подходит эта бумага. А вот в этой работе я, наверное, просто использовала акварель. Здесь уже не было штиховки цветные карандаши. Вот эта мне очень нравится работа. Тоже не мороженое, а с радостью пончик и кексик. Такие вот милые акварельные персонажи. Дальше по совету тоже иллюстраторов я купила вот такую бумагу, приобрела. Тоже склейка. Здесь бумага проклеена с одной стороны, но уже вертикально. Листы достаточно плотные, с такой вот текстурой, фактурой. Бумага акварельная для акварели. Формат А4, здесь 10 листов. Покупала я ее, по-моему, на Озоне. Написано, указано, что это бумага холодного прессования и это целлюлеза. И она достаточно плотная, 300 грамм на миллиграмм. И вот я начала на ней делать свою первую иллюстрацию в августе. Сделала заливку акварели и увидела, что бумага вся деформируется. То есть она стала вот так вот. Я ее держала пол прессом, выпрямляла. Но видно, что бумага все равно до конца не выпрямилась. И в связи с этим очень неудобно делать потом штриховку карандашами цветными. Потому что бумага лежит неровно. Приходится постоянно рукой ее поправлять, распрямлять. Это очень неудобно. То есть эта бумага подходит только для техники акварели без проработки цветными карандашами. Вот это минус этой бумаги. То, что она деформируется. Ну и даже если вы не делаете проработку цветными карандашами, все равно она вот так вот загибается полукругом. И краску уже второй слой тоже носить неудобно. Хотя, может быть, тут зависит от того, кто сколько воды берет для акварели. Следующую иллюстрацию я тоже делала на этой бумаге. Тоже с проработкой карандашами. Бумага также деформировалась. Я ее распрямляла. Для меня это минус. И я решила далее попробовать хлопковую бумагу. И опять же полсовета иллюстраторов приобрела. После того, как смотрела обзоры на бумагу в интернете, вот такую вот тоже акварельную склейку. И это уже хлопок. Это бумага той же фирмы СМЛТ. Так, указан тут производитель. На самой бумаге не указано, но, по-моему, это Прибалтика. Здесь 10 листов формата А4. Плотность у нее 300 грамм на миллиграмм. Бумага тоже с текстурой, с фактурой. Проклеена сверху. В одной стороне. Я не знаю, видно вам текстурой. Вот такая мелкая, немного похожа чем-то на яичную скорлупу. Такая вот текстура бумаги. Вовторюсь, это хлопок. И эта бумага мне очень понравилась. Она тоже стоит недешево. Поставок тоже сейчас ее нет в связи с санкциями. Ну, я успела купить. И вот я на ней рисовала в апусте птичку тупик. Здесь была просто акварель без проработки цветными карандашами. Краска ложится очень хорошо. Бумага, посмотрите, не деформируется. Может быть и было что-то немножко вначале, но после того, как просохло все, лист достаточно ровный. Мне очень понравилось. И следующую работу я выполнила тоже на этой бумаге СМЛТ-хлопок. И здесь уже я попробовала добавить карандаши цветные проработки поверх акварели. Такая прелесть получилась. Я рисовала котика Фреддика. Он живет в Санкт-Петербурге в приюте для бездомных животных. И на тот момент, когда я его рисовала, он искал хозяев себе. Сейчас не знаю, приютили ли котика или нет. То есть тоже, как вы можете видеть, бумага не деформировалась. Прекрасно выдержала и акварель, и цветные карандаши. Для меня удовольствие работать на этой бумаге. Вот и все мои работы за лето. из иллюстрации. Получилось... Сейчас посчитаем, сколько штук. Ровно 10 штук. Вот такая стопка. Как раз я тестировала разные виды акварельной бумаги. Сейчас копятся иллюстрации, которые я рисую за осень. Потом тоже на них сделаю обзор. Пишите мне, какой акварельной бумагой вы пользуетесь. Как она вам? Ваши впечатления от нее? Может быть, посоветуете тоже хорошую акварельную бумагу? Буду очень рада вашим комментариям. Ну что ж, увидимся в следующем видео. Кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео. Я всем очень рада. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео.